И награда за самое коррумпированное шоу достается Оскару. Самая культовая премия была учреждена только потому, что один влиятельный человек захотел дом на пляже. Луис Майер, глава метро Голдвин Майер. С самого первого дня эта премия окутана ненавистью, коррупцией и попросту являлась игрой богатых с богатыми. Сегодня мы вспомним все грехи премии Оскар. Погнали! Начнем с момента основания. Компания метро Голдвин Майер в те годы выпустила просто несравненные хиты. Такие как Унесенный ветром и Волшебник страны Оз. Слово, у меня есть потрясающие шорсы про этот фильм и судьбу актеров. Точнее, как им сломали жизнь, в том числе сам Луис Майер. Но до этих открытий было еще далеко и, конечно же, такой кассовый успех фильмов принес Луису Майеру огромную власть. Он планировал построить роскошный особняк на берегу моря. В это время начали создаваться профсоюзы рабочих, что поставило крест на строительных планах Майера. В ответ на это Майер создает профсоюз, сохраняя контроль над индустрией. Была создана Академия кинематографических искусств и наук, которая контролировала все аспекты рекламы и производства, устраняя любые угрозы, исходящие от профсоюзов. Пять основных категорий от организации включают в себя сценаристов, режиссеров, актеров, продюсеров и техников. Вскоре возникла идея награждать людей с каждого отделения. Майеру понравилась эта идея. Я обнаружил, что лучший способ работать с кинематографистами – это вешать на них медали. Если бы я давал им кубки и награды, они бы убили себя, чтобы сделать то, что я хочу. Именно поэтому была создана премия Академии. В общем, Оскар был учрежден не только для того, чтобы финансировать дом на пляже, но и для того, чтобы раздуть эго одного влиятельного человека. Особняк Майеры по сей день стоит практически 11 миллионов долларов. Дом этот называли «Дом дурной славы и порока». Говорят, там происходили совершенно возмутительные вечеринки, на которые любили захаживать знаменитые личности. А также это был дом «Тайных свиданий» Мерлин Монро и Джона Кеннеди. Сегодня на производство Оскара уходит более 40 миллионов долларов. И это самая желанная премия в кинобизнесе. А началось все с малого. В 1929 году церемония прошла без прессы и длилась всего 15 минут. Победители были объявлены еще за несколько месяцев до официального оглашения результатов. И на тех, кто не победил, не оказывалось ровно никакого давления. Все это обеспечивало высокий моральный дух. Сегодня речь идет больше о внешнем виде. Красные дорожки, пресс-мероприятия и вечеринки после церемонии. Вот настоящие причины, по которым люди смотрят на них. Известно, что даже посетители приходят за так называемым мешочком. Это своего рода подарок, наполненный дорогими вещами для тех, кто присутствует на мероприятии. По имеющимся данным, в 2022 году стоимость мешочка составляла 138 тысяч долларов. На оригинальной церемонии вручался только бесплатный ужин в роскошном ресторане. Академия выбирала одного судью, который представлял каждую область деятельности, охватываемую Академией. Этот судья отбирал десятки кандидатов, которые должны были получить награды за свою работу. После того, как кандидаты были выбраны, каждый член Академии должен был проголосовать за кандидата от своей области. Основателей давно нет в живых, но еще до недавнего времени был он, король Голливуда, который решал, кто, где и когда получит любую премию. Имя вы узнаете в течение повествования, но помните, все не так просто. Первый Оскар за лучшую мужскую роль был присужден собаке. Награду получил Рентентин, но высшие чины решили, что как-то первую премию нужно вручить человеку. Милю Янингсу, который был настоящим нацистом. Ему заранее отправили трофей по почте, потому что во время церемонии он должен был находиться в Германии. Он работал там, снимая нацистские пропагандистские фильмы. Мало того, что церемония была сфальсифицирована с самого начала, так еще и награда досталась тому, кто распространял нацистскую пропаганду, раздувая поддержку гитлеровского движения. Вскоре все в Голливуде захотели получить Оскар. Известная актриса по имени Мэри Пикфорд снялась еще в эпоху немого кино. Она была известна своими ролями милой девочке, такой добренькой и самое главное, по детке выглядящей. Но когда она выросла, все изменилось. Пикфорд захотела, чтобы ее воспринимали как взрослую, а не как маленькую девочку. Для этого она снялась в фильме под названием «Кокетка». Критики и зрители характеризовали ее игру как просто адекватную. Но тем не менее, Пикфорд решила, что хочет получить Оскар любой ценой. Ее муж, Дуглас Фэрбэнкс, был членом-учредителем академии, что дало ей доступ к нескольким высокопоставленным лицам. Всех членов академии пригласили на званный ужин в поместье спругов в Лос-Анджелесе, где их убедили, что Мэри Пикфорд станет их выбором в качестве лучшей актрисы. Ходят непристойные слухи о методах убеждения Мэри, но официального подтверждения они не получили. Тем не менее, она получила Оскар в 1930 году, но была моментально разоблачена за подкуп. Общественность уже поняла, что у этой премии много скелетов в шкафу и была крайне возмущена. Но это было только начало. Когда-то избиратели киноакадемии могли писать имена номинантов самостоятельно, своей рукой, на бланках. Эта практика началась с того, чтобы Дэвид снялась в фильме «Время страстей человеческих». Она была уверена, что эта роль станет для нее прорывной. Она выпросила у руководителя компании Warner Bros. Джека Уорнера разрешение разорвать контракт, что позволило бы ей играть в этом фильме. Он в конце концов такое разрешение ей дал, потому что был уверен, что ничего путного у нее не выйдет. Когда же заговорили об Оскаре для Дэвис за эту роль, Уорнер начал подбивать членов киноакадемии голосовать против Дэвис. Его усилия увенчались успехом, и награды ей не досталось. Те, кто выступал за Дэвис, были шокированы и обратились к американской киноакадемии с петицией провести голосование, при котором избиратель сам вписывает в бюллетень фамилию кандидата. Но и при таком голосовании Дэвис тоже проиграла. После этого голосования, при которых член киноакадемии самостоятельно вписывает имена кандидатов, были запрещены. И подсчет голосов передали аудиторской сторонней компании Price Waterhouse. Хэзи Макдэниел вошла в историю как первая темнокожая обладательница премии Оскар за неоднозначную даже в те времена роль в фильме «Унесенные ветром». Поскольку в отеле, где проходила церемония вручения Оскара, действовала строгая политика «никаких чернокожих», Макдэниел пришлось сидеть за отдельным столиком в стороне от всех остальных. Она получила табличку вместо трофея, как это было принято для всех актеров второго плана до 1943 года. После получения Оскара ее сопроводили подальше от всех. Когда она умерла в 1952 году, Макдэниел завещала свой Оскар университету Говарда. И после таинственного и нелегкого путешествия, он в конечном итоге попал туда в 1961 году. Но спустя 10 лет он пропал и так и не был найден. Кэтрин Коберн получила 4 Оскара и ни разу не пришла, чтобы их забрать. Так было и в 1969 году, когда она получила свой третий Оскар за лучшую женскую роль. Но вместо того, чтобы ведущая Ингрид Бёркман приняла Оскар от имени Хёберн, она объявила победителями Хёберн и Барбару Стрейзанд. Это была первая и последняя точная ничья в актерской категории. Барбара была предоставлена сама себе на сцене. И это, мягко говоря, омрачило радость победы. Учитывая, что Хёберн не забирала награды, потому что считала себя высшая оценок какими-то статуэтками. И чтобы знать, что она лучшая, ей не нужна Мишура. 27 марта 1973 года Сашин Литтл Фезер вышла на сцену вместо Марлона Барандо, который получил свой Оскар за роль в Крестном Отце. Сам Барандо отказался от премии и направил вместо себя Сашин. По этому случаю она написала восьмистраничную речь, но продюсер Говард Кох помешал прочитать её полностью, сообщив, что у Литтл Фезер будет всего минута, и если она не уложится, её арестуют. В своём выступлении она представилась как апач, критику голливудское изображение коренных американцев и сославшись на резню у Вунда Дни. Сашин была встречена освистыванием и насмешками со стороны зрителей. А позже она заявила, что Джону Уэйну пришлось физически сдерживать её, пытаясь увести со сцены. Академия принесла Литтл Фезер извинения за плохое обращение с ней на церемонии в 2022 году, менее чем за два месяца до её смерти в возрасте 75 лет. Однако после её смерти сестра Литтл Фезер сказала, что та лгала своём коренном происхождении, что усложнило и без того непростой инцидент. После вручения награды за лучшую мужскую роль 76 миллионов телезрителей увидели обнажённые гениталии мужчины-стриптизёра. В 1974 году в Америке была огромная проблема стриптиза. Это был разгар сексуальной революции и охранников не хватало. На церемонии вручения Оскара в 1974 году появился Роберт Опель, бегущий голом по сцене. А невозмутимый ведущий Дэвид Нивен заметил. Разве не увлекательно думать, что, возможно, единственный смех, который мужчина когда-либо получит в своей жизни, это раздеться и показать свои недостатки? Возможно, перформанс Опеля был спланирован, как измечание Нивена, что объясняет, как голый мужчина пробрался за кулисы одного из самых охраняемых мероприятий в году. История Опеля была рассказана его племянником в 2011 году в фильме «Дядя Боб». И оказалось, что он был художником-перформансистом и борцом за права геев. Он был застрелен в 1979 году. Победа Марисы Томей в номинации «Лучшая женская роль» стала неожиданностью для всех. И ещё долгие годы ходили слухи, что это ошибка. Ну, как минимум, потому что Оскар ненавидит комедии. А ещё потому, что через год после её победы появилась статья со слухами о том, что Томей вручил трофей растерявшейся ведущей Джек Пэланс. А в 1997 году кинокритик Рекс Рид подхватил этот слух, утверждая, что Пэланс был пьян или под кайфом, когда объявлял Томей, а не Ванессу Редгрей, который на самом деле отдали предпочтение. Конечно, сотрудники Pricewaterhouse всегда стояли на готове на случай, если будет объявлен не тот победитель. Раньше Анжелина Джоли была дикой. Конечно, это сейчас она ангел, посол доброй воли и примерная мама. Но в 90-х, когда она взбиралась в список А с бешеной скоростью, всё было иначе. Снявшись в фильме «Прерванная жизнь», она получила свой первый Оскар. Получив приз за лучшую женскую роль второго плана, Джоли поблагодарила своего брата Джеймса Хейвена, сказав, что очень любит его. После церемонии она продемонстрировала эту любовь поцелуем в губы, из-за которого в 2000 году все сошли с ума. Джоли утверждает, что это не что иное, как братская любовь. Церемония вручения 2003 года была грязной и мерзкой. И все эти события связаны с одним фильмом – «Пианист». То, что сделал звезда фильма Эдриан Броуди после получения Оскара за лучшую мужскую роль, кажется шокирующим. Он стал самым молодым победителем в номинации «Лучший актер в 29 лет» и, охваченный моментом, схватил ведущую Холи Берри и крепко поцеловал ее в губы. В 2017 году Берри рассказала, что происходило в ее голове в тот момент, а именно, что за хрень сейчас происходит. Она описала свои чувства как ощущение выхода из тела и просто смирилась с этим. И на той же грязной церемонии Роман Поланский был признан лучшим режиссером все за тот же фильм «Пианист». Но сам кинематографист не присутствовал на церемонии, поскольку бежал из США десятилетиями ранее, после того, как признал себя виновным в изнасиловании. В 1977 году Поланский был признан виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней и отсидел 42 дня. Поланский был готов принять сделку о признании вины, которая избавила бы его от дополнительного тюремного заключения. Но он бежал из страны, узнав, что судья, рассматривавший его дело, не собирается принимать соглашение. Режиссер никогда не возвращался в США. В разгар движения «Метту» в 2018 году Академия исключила Поланский из своих членов за несоответствие стандартам поведения организации. Романтическая драма Энга Ли была фаворитом на всех премиях в тот год. И, конечно, все ставки были, что картина завоюет премию «Самую желанную. Лучшая картина» в 2006 году. Фильм «Горбатая гора» завоевал золотого льва на Венецианском кинофестивале, а затем получил главные призы на «Золотом глобусе» и «Бафта». Но фильм Пол Хаггиса «Столкновение» одержал решающую победу на Screen Actors Guild Awards. По мере приближения церемонии вручения Оскара всплывали сообщения о гомофобии среди старой гвардии Академии. И многие аналитики задавались вопросом, сможет ли «Горбатая гора» выстоять. Такие актеры и члены Академии, как Эрнест Борнайен и Туни Керсис, выступили против фильма, заявив, что Джон Уэйн презирал бы фильм из-за ковбоев Гиев. В итоге «Столкновение» обошла «Горбатую гору». Критики до сих пор не могут решить, какой лучший фильм, который получил Оскар, был самым дерьмовым. Кто-то затмит «Столкновение» или нет. В 2013 году Саша Барон Коэн рекламировал свой фильм «Диктатор» и сделал это в своем стиле. Он вышел на красную ковровую дорожку с урной, где лежал прах покойного северокорейского диктатора Ким Чен Ира. Имя Брюса Броттона надолго войдет в историю премии «Оскар». Броттон был номинирован в категории «Лучшая песня», которая называлась «Один еще не одинок» из одноименного фильма. Это была историческая драма о христианском плене стоимостью 7 миллионов долларов, которую никто не смотрел. Оказалось, что Броттон – бывший губернатор Академии и решил поддержать неправомерный контакт со своими бывшими коллегами. Броттон сам утверждал, что он просто написал своим нескольким друзьям и просил взглянуть на его песню и выразить свое мнение, что это была вся агитация. Но Академия решила, что все это совершенно не невинно и отозвала его премию обратно. Все началось с твита. Увидев, что все 20 номинаций на актерские роли достались белым, April Rain запустила хэштег «OscarSoWhite». И революция в интернете была неизбежна. Но потребовался еще один код, чтобы набрать обороты. Когда «Оскар» 2016 года также отразил серьезный недостаток разнообразия, хэштег стал вирусным. Академия оказалась под пристальным вниманием, поскольку по всему миру люди указывали на долгую историю расизма, а также на то, что члены Академии на 92% состоят из белых. Такие знаменитости, как Джада Пинкин Смит, Барак Обама, Лупиттон Йонга призвали бойкотировать эту премию. Это движение привело к тому, что Академия пересмотрела свою программу членства и другие аспекты процесса голосования. На самом деле «Оскар» всегда был таким – белым, даже когда речь шла о ролях для небелых актеров. Луиза Райнер, белая женщина, получила премию за лучшую женскую роль в 1938 году за фильм «Хорошая земля», сыграв китайскую фермершу. А Холли Берри потребовала 74 года, чтобы стать первой чернокожей женщиной, получившей премию за лучшую женскую роль. Помните, я вначале говорила об этом самом влиятельном человеке в Голливуде? Я думаю, вы уже догадались, кто это, ведь его имя звучит у меня в роликах часто. Харви Вайнштейн, использовавший свою славу, богатство и влияние, чтобы разрушить карьеру и жизнь многих, является одним из ярких примеров голливудской коррупции, поразившей церемонии вручения наград. Вайнштейн был сексуальным хищником, который использовал свою власть, чтобы контролировать женщин в кинематографе. В течение многих лет он был самым популярным кинопродюсером. Его упоминали столько же раз, сколько и бога в речах с благодарностью, показывая, насколько влиятельным был этот человек в самой индустрии. Производственная компания Вайнштейна, Мирамакс, ответственна за такие хиты, как «Криминальное чтиво» и «Влюбленный Шекспир». Он также основал компанию вместе со своим братом, которая сняла такие хиты, как «Мой парень псих», за которые его фаворитка Дженнифер Лоуренс получила свой Оскар за главную женскую роль. А также все фильмы Квентина Тарантино. Да, он продюсировал их все. Интересно, что сам Квентин, при всей моей любви к его искусству, был неоднократно замешан в секс-скандалах. Он говорил по поводу Харви следующее. «Я вообще никогда не слышал историй, которые позже всплыли». Читаем, как прикрыл свою жопу. В октябре 2017 года Тарантино рассказал, что бывшая девушка Мира Сарвина рассказала ему о сексуальных домогательствах Вайнштейна. «Я знал, что он делал нечто подобное. Мне жаль, что я не взял на себя ответственность за то, что услышал. Если бы я тогда сделал то, что должен был сделать, мне бы пришлось с ним не работать». Пришлось не работать. Классная формулировка. По сей день Вайнштейн является самым номинируемым продюсером всех времен. Но он также известен тем, что постоянно вмешивался в процесс вручения Оскара. Он словесно оскорблял сотрудников Академии, угрожал лишить проекта финансирования и даже выкупить целые фильмы, чтобы не допустить их выхода на большой экран. Он преследовал избирателей Академии и запугивал людей, чтобы они голосовали за его фильмы. Миллионы долларов были потрачены на его Оскаровские компании, а также на клевету. Когда против его фильма был выдвинут миллионер из трущоб, Вайнштейн пустил слух, что в фильме плохо обращаются с молодыми индийскими актерами и используют детский труд. То же самое произошло в следующем году, когда он заплатил реальным солдатам, чтобы они заявили, что фильм на военную тематику, который конкурировал с его фильмом, был очень неточным. В 2017 году начинается движение Метту и влиятельность Харви исчезает. Именно с этого момента начинаются изменения. В честь 50-летия фильма Бонни и Клайд Академия пригласила Уоррена Битти и Фэн Дэнауэй объявить победителя в номинации «Лучшая картина». По дороге кто-то напутал и передал легендам актерского искусства «Не тот конверт», в котором было имя Эммы Стоун за «Ла-Ла-Лэнд». Битти показал конверт Дэнауэй и та тут же объявила «Ла-Ла-Лэнд» победителем в номинации «Лучшая картина». Уже начались проникновенные речи, когда на сцену ворвались сотрудники Price Waterhouse, в результате чего продюсер «Ла-Лэнда» Джордан Хоровитс сбросил бомбу на церемонию. Произошла ошибка. «Лунный свет, вы, ребята, победили в номинации «Лучшая картина». Это не шума. На той же 89-й церемонии вручения «Оскар» было много ляпов, и этот остался почему-то незамеченным, а он ужасен. Во время традиционного раздела памяти ушедших, имя Джанет Паттерсон, известного дизайнера костюмов, появилось в слайд-шоу рядом с фотографией Джен Чепман, которая была жива и здорова. Они были близкими друзьями, и, конечно, эта ситуация просто шокировала Джен. Ошибку никто не заметил во время самой церемонии. Ну, Брэдлик, наш Купер и леди Гага. Они продали фильм «Звезда родилась так, как никто этого не делал». Одним из самых запоминающихся моментов их пиар-путешествия стало исполнение песни «Шеллоу» на церемонии в 2019 году. Бурная химия, жаркие взгляды, и вот пиар-стратегия работает. Гага получила свое продвижение в актерской карьере, а Брэдли – новый виток славы. Принимая награду за лучшую роль второго плана, Дэниел Калуэ произнес одну из самых жутких речей за всю историю вручений, рассказав о том, как он счастлив, что жив, и сказал «Моя мама, мой папа, у них был секс. Это потрясающе. Именно поэтому я здесь». Вот Уилл Смит готов к величайшему свершению в своей карьере. Он получил свою третью номинацию за лучшую мужскую роль за фильм «Король Ричард», и он был несомненным фаворитом. Ровно до того момента, пока он не вскочил и выбежав на сцену, не дал пощечину Крису Року. После того, как тот неуместно пошутил про жену Смита Джадду Пинкетт, которая недавно публично рассказала о своей борьбе с облысением. В тот вечер Смит выиграл и проиграл в большом смысле. Пощечина и его крик «Держи имя моей жены подальше от своего гребаного рта» быстро стали самым обсуждаемым моментом 2022 года. И мы все еще говорим об этом. Андреа Райсбуро оказалась в центре внимания после неожиданной номинации за свою игру в фильме «Ради Лесли». Фильм вообще никто не посмотрел, не заметил, но ему очень помогла развернутая кампания в социальных сетях. Но несмотря на все усилия пиар-машины, фильм все равно никому не обосрался. И, конечно, это вызвало некоторые вопросы у общественности. А также возродился хэштег «Оскарсоу Уайт», потому как Райсбуро была номинирована в отличие от Виолы Дэвис и Дэниэль Дэдуали. Ну и в целом в главных номинациях не было выдвинуто ни одного темнокожего актера. Ну, что скажете, друзья? Как вам это почти 100-летнее путешествие? Как думаете, в этом году кто-то накосячит? Я надеюсь, что нет, потому что я уже не успею это включить сюда. Не забывайте лайк, шер, тор, шер. Впереди нас ждет кошмарное погружение в историю Харви Вайнштейна. Обнимаю, целую, с нетерпением жду нашей следующей встречи. Люблю вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok